16 апреля в Североказахстанской области начался прием заявлений от жителей, чьи дома пострадали от большой воды. В Петропавловске, во дворец молодежи, горожане пришли, чтобы подать заявление на восстановление документов и получение законных выплат. Подробнее в следующем сюжете. Среди пострадавших от паводка Валентина Новопашина. Ее дом в селе Прибрежное Казужарского района затопило за считанные минуты. Женщина и ее супруг были эвакуированы в безопасное место. Сейчас они проживают у родственников в городе Мамлюдка. Где-то в половине 12-го эвакуировали всех в школу. Потом мы решили сходить посмотреть, как наш дом там. Собаки у нас были еще на привязи. Мы пришли, кое-что в доме подняли, и за считанные минуты в дом вода зашла. Мы потом на утро муж с дочерью пошли посмотреть. Им даже в нашу улицу не смогли зайти, он в рыбацком костюме был. И это, она с крыши там чего-то, гаража съемку сделала, нашла дома по окнам в воде. Более двух с половиной тысяч пострадавших от наводнений жителей Петропавловска обратились в Центр обслуживания населения с заявлениями, касающимися восстановления документов на жилье, получения справок о праве собственности на недвижимость и запроса социальной помощи. В первую очередь у нас всегда нужно водострение личности. Во-вторых, нужно, если, допустим, на документы на дом, в каким-то случаем, допустим, если потеряли или же, допустим, утонули, можно тоже так же обратиться в СОН и можно восстановить их. Мы здесь обслуживаем население, консультируем. Некоторые клиенты, видите, не вступили в наследство. Всякие случаи бывают, не успели эксплуатировать объекты, допустим, живут. Ну, забыли или по каким-то причинам не успели ввести в эксплуатацию объекты. Сейчас они, получается, подают заявление на вступление в наследство и так далее, потому что право собственности за ними зарегистрировать. Сотрудники Центра обслуживания населения уже оказали государственные услуги порядка четырём тысячам граждан, пострадавшим от стихийного бедствия. Алихан Жексыбаев, Дамир Искендиров, Сужба новостей.